Всем доброго времени, мои дорогие! Сейчас мы будем делать такой расклад. Божественное послание в зеркальную дату 01.01. Сейчас мы посмотрим, да, на таком интересном втором, что чего надо опасаться или вообще что идёт. Божественное послание. Сейчас я настрою камеру. 01.01.2024 года. Давайте смотреть. Напоминаю, что послание может совпасть, а может не совпасть, да, то есть оно будет не для всех, но всё же. Я думаю, что каждый себя найдёт. И ещё, да, я работаю. Первого и тридцать первого работала. И сейчас очень сильные дни для ритуалов, для раскладов. Заказывайте, пишите мне на WhatsApp. Так, смотрите, здесь я вам скажу сразу, что есть человек, который очень сильно хочет с вами встречи, но настолько очень сильно хочет с вами встречи, что просто, знаете, ну не может. То есть здесь какой-то человек проснулся. Возможно, вам звонил ваш бывший мужчина. То есть здесь идёт такая тематика, что бывший мужчина мог звонить, мог прозванивать. Здесь идёт то, что какой-то человек очнулся для того, чтобы увидеться с вами. Здесь очень сильное притяжение к вам одного человека. То есть здесь человек мечтает о встрече. То есть здесь идёт такая информация, что человек очень сильно о вас думает. Возможно, вы думали об этом человеке. Я смотрю, что этот человек как будто бы недавно звонил. Или сегодня, или вчера. Но он как прозванивал. Мне идёт энергетика вашего бывшего мужчины, который вам прозванивал. Здесь идёт такая информация, что мне посылают послание о том, что есть человек, который хочет вас очень сильно видеть. Первый – это мужчина. Вторая идёт женщина. Но здесь акцент делают на... Здесь акцент делают на мужчине. Да, но тут ещё потом уже у нас и женщина идёт. Здесь первое, что я хочу сказать. Вы небезразличны этому мужчине. И здесь мужчина хочет с вами встречи. Этот человек как будто у него открылись на что-то глаза. Да, у человека открылись глаза насчёт вас. То есть человек как будто бы, знаете, он понял, что легко к вам относился. Здесь как будто бы, знаете, на правду у вас открылись глаза. И он хочет с вами встречу. И здесь, вы знаете, этот человек будет проявляться. То есть, да, этот человек идёт, проходит по бывшим. Скорее всего, вашим мужчинам. По бывшим мужчинам этот человек проходит. Хорошо, давайте смотреть дальше. Какое послание ещё? Здесь мужчина, да, проходит по бывшим. Далее, смотрите, идёт такая информация, что послание говорит о том, что скажи, что следят очень много людей. Очень следят, знаете, следят, так прямо на носочках ходят, следят. А о чём вы следите? Вот даже, да, карты нам говорят. Вы знаете, как следят за матерью и дочерью? То есть, как будто вы, вы можете быть, жить одна с ребёнком, и за вами следят. То есть, люди, интересно ваша жизнь, то есть, да, скажи, что следят. Потом женщина с ребёнком также за вами следит. Какая-то женщина. Женщина, женщина, которая злится. Женщина, которая злится. У женщины разруха дома, у женщины какая-то беда. Она пытается выстоять и сделать вид, что всё хорошо, но опять идёт какая-то беда за бедой. То есть, какая-то женщина сердится на вас. Говорят, передай какая-то женщина сердится, чтобы я передала, чтобы вы как знали, что есть какая-то, да, вот женщина, которая вот, знаете, как она, что ли, почему она сердится сейчас? Закрытое общение, у вас сейчас общения нету, то есть говорят, что как она сердится, когда идёт полнолуние, когда идёт луна, она вспоминает вас. Скажи ещё, говорят, что очень много людей хотят открыть занавес, очень много людей из прошлого разрушения, да, хотят открыть занавес вашей жизни, посмотреть, как вы живёте сейчас, посмотреть, как вы, кто вы, вы изменились, они хотят вас узнать, то есть, да, посмотреть, они, смотрите, многие люди думают, что за вами кто-то стоит, то есть за вами кто-то стоит. Вот, знаете, идёт мне сейчас две женщины, тут сейчас мы будем смотреть, что они от вас хотят. Вот высшие силы резко показали мне две женщины. Интересно, сейчас будем разбирать, что вы хотите. Мы кинем сейчас на первую, то есть высшие силы, как вот, да, вот предупреждают. Первая женщина, ну давай, что ты хочешь? Первая женщина однозначно следит, но сейчас будем смотреть, что ещё и хочет. Она к вам идёт, она к вам идёт в дороге с какими-то людьми, либо через каких-то людей. Тяжёлые мысли. Вы от неё получите какую-то весточку. Через определённое время вы получите... Я опишу эту даму, тёмная, тёмная, волосы тёмные, такая худощавая, безфигурная, может, до лет тридцати, через какое-то время вы получите о ней весточку. Но ей сейчас тяжело, она находится в тяжёлых энергиях. Вот вы знаете, она, ей херово внутри, хуёво прям, да, она вот просто утопает, ей плохо, ей морально тяжело. А люди просто смотрят и не понимают, что происходит с ней. И она думает, что, да, как бы вы поймёте её. Что хочет вторая? И смотрите, меня могут смотреть водные знаки зодиака. Что хочет вторая, мадама? Вот стоит. Что хочешь? Смотрите, вторая, как будто бы хочет вас и жить, что ли. Или получить какую-то от вас ценную информацию. Или, знаете, даже за... Она считает, что у вас есть какая-то ценная информация. То есть вот эта женщина, понимаете, она хочет вас устранить за какую-то ценную информацию. Она считает, что у вас есть ценные информации, да, за... То есть, возможно, вы знаете слишком много. То есть идёт такая информация, возможно, вы знаете слишком много. То есть и тут вам рот не закрыть, но как-то, что ли, уничтожить как-то такое, да. Или уничтожить ту информацию, которая есть у вас. То есть она считает, вот знаете, что, да, она считает вас сильной личностью. И то, что есть какая-то информация у вас, вы владеете ей. И она боится этой информации. То есть либо уничтожить что-то у вас, какие-то летописи, книги, да. Либо чуть ли не убрать вас. Потому что она считает, что вы достаточно много знаете. Достаточно много знаете, достаточно много понимаете. То есть ей не нравится ваш темперамент. Ей не нравится то, что вы... Действительно, да, многое, как она так считает, понимаете. То есть кто-то хочет подвесить... Здесь говорят, передают высшие силы. Такое послание в зеркальную дату, то, что кто-то хочет подвесить вас. Подвесить в чем? В деньгах, да. Вот чтобы вы не продвигались. Кто-то хочет вас запутать. Да, кто-то хочет вас запутать, загнать в ловушку. Здесь идет как мужчина. Мужчина денежный хочет вас запутать, загнать в ловушку. Вообще, что это за мужчина? От вас что он хочет? Ну да, тут идет как запутать, загнать в ловушку. Это, знаете, ещё что, как по любовной сфере проходит, то есть этот мужчина, который вас обманывал в прошлом, знаете, мужчина, который над вами издевался, мужчина, который, да, скорее всего, запутать, загнать в ловушку, именно вот надеть на вас маску, наряд маски, да, какой-то золушки отправить на бал, гуляй, ну, как бы, да, как-то хочет вас запутать, вот, знаете, вот именно в любовной сфере. Он думает, что вы, скорее всего, это тоже бывший, он думает, что вы ни о чём не догадались, но вы уже поняли, кто есть кто, что у него уже когда-то, да, происходили выборы, он вам изменял. В каком плане выборы? Вы чувствовали двойную женщину, какую-то двойственную ситуацию, вы чувствовали, что этот человек вас предавал, а он думает, что он сухим из воды вышел, вот, и ещё, ладно, ну, да, вы его как раскрыли, ещё за вами наблюдает какой-то мужчина в интернете, высшие силы говорят, вот, скажи, он как-то наблюдает и всё взвешивает, то есть он как-то взвешивает все я и не я, все против и не против, то есть почему-то он идёт, что он как всё взвешивает, что ли, да, вот. Надо прийти на могилу какой-то женщины, вас зовёт могила какой-то женщины, то есть надо прийти. Вот я вижу, мне идёт послание, что зовёт вас могила какой-то женщины, что надо прийти. И вот на этой могиле вы где-то можете решить свои моменты, прям тяжёлые моменты, термические, может быть, какие-то связи оборвать или очень тяжёлые моменты. Эта могила поможет вам решить, поможет вам устранить это всё, поможет вам убрать какие-то, да, вот определённого рода ненужных людей с вашей жизни. Да, но больше мне идёт, проскальзывает, что, скорее всего, вы можете быть водной стихией. Пускай не переживает. Высшие силы говорят, что не надо переживать в деньгах, печалиться именно в денежных аспектах, потому что деньги к вам идут, деньги у вас будут через боль, через всё, что вы прошли, через все тропы, дороги, нищеты, которые вы проходили, а вы проходили нищету, и медленно-медленно стремились к тому, да, к чему вы вообще сейчас идёте, и до сих пор идёте. Высшие силы видят это и дают вам деньги, дают, посылают вам людей, может быть, клиентов, да, они дают вам шанс зарабатывать. То есть многие думают, конечно, мне высшие силы показывают, что вы, может быть, зарабатываете каким-то обманным путём. Вот, знаете, что я хочу сказать, что здесь у кого-то январь будет прям очень сильный в плане вещих снов. Здесь могут меня смотреть недомагии, я так и буду говорить. Недомагии, недомагии. Идите нахуй отсюда. Вот когда вы мне пишите, что вы ведьмы, клоуны, не позорьтесь, недомагии. Вот я прям почувствовала эту энергетику. Все те, которые будут просить у меня помощи и называться ведьмами, я буду вас посылать, либо что-то наводить на вас серьёзное по вашей фотографии, дабы вы оказались в могиле. Потому что не позорьте слово «ведьма». Не позорьте. Какая же ты ведьма? Я тут прочувствовала женщин, которые мне писали, они сейчас меня смотрят. Какая же ты ведьма, если ты просишь помощи? Ведьма, ты конченая. Какая же ты ведьма, если ты запуталася, сучара? Если ты вообще шутишь со всеми пантеонами, пантеонскими-то моментами всякими, не знает она, кому она служит. Какая ты нахуй ведьма, параша ты голимая. Давайте дальше. Да, у кого-то будет такой момент эмоциональный, что будут на пороге бывшие люди, хотящие с вами встречи. Вперёд жизнь будет идти. Кто-то сменит обстановку. Вот смотрите, высшие силы говорят, что кто-то сменит обстановку дома и будет на душе прям хорошо. Кому-то надо сменить обстановку, что ли, да? Кому-то надо сменить именно вот... То, что у вас сейчас в доме, это не для вас, вам это не подходит, вам это не нужно, это не для вас, высшие силы говорят. Это действительно не для вас. Вам нужны какие-то яркие цвета, которые должны быть в вашем доме. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Не сдавайся. Послание вот такое ещё. Не сдавайся, иди вперёд, пускай люди всесмотрят на тебя и пребывают в шоке, потому что здесь много людей, которые будут следить за твоими движениями, они будут следить. И да, здесь идёт такая информация, что защищай свои позиции, защищай свои права. Ты, вы... Смотрите. У кого-то было выгорание, апатия и выгорание эмоциональных чувств из-за предательства. Кого-то очень много предавали, уничтожали. Именно бывшие вас уничтожали, предавали, разрушали. И вот вы как будто не доверяете. Действительно правильно. Карты говорят, не доверяйте. Вот если вы прильнули к своему мнению, будьте на этом мнении. У вас будет развита интуиция, и вы будете чувствовать, где вам врёт мужчина, а где нет. Мне сейчас идёт послание такое, что здесь женщина какая-то меня смотрит, вот она вся по кусочкам себя собирала, потому что я вижу, что здесь её предавали. Просто она по кусочкам себя собирала, а те люди, которые предавали мужчины, они радовались этому. А вы прям собирали по кусочкам, а они как играли с вами, да, как будто бы вот они играли вашими чувствами, как с картами. То есть здесь высшие силы говорят о том, что то, что ты мучилась, то, что ты переживала, то, что ты собирала себя по кускам, да, мы тебе даём видеть, как эти люди будут страдать. Смотрите, на кого-то будут делать однозначно порчу. Здесь у кого-то свой бизнес, кто-то ведёт за собой людей, тут вам нужна защита именно на бизнес, потому что я смотрю, что будут люди, которые будут делать вам реальную порчуху, будут на вас наводить, вот именно на бизнес. Попытаются ударить по бизнесу, да. У кого-то убили мужа, кто-то меня смотрит, у кого-то убили мужа. Покойный муж хочет связаться, выйти на расклад, да, его душа. Но это уже пишите мне лично, здесь сейчас не о умерших, а просто послание, да. То есть тут, да, какой-то умерший муж хочет либо погибший, либо убили. Ну да, что-то с этим связаться прям вот. Вот такой у нас был расклад, послание. Была всех рада видеть. Кому нужна моя помощь, пишите лично, писать мне можно. Я работаю и в праздничные дни. Вот. Всем добра, всем с наступившим уже 2024 году, чтобы вы вот были еще лучше, чем вы были в прошлом. Всем всех благ, до свидания, будьте здоровы, самое главное. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok